Продолжение следует... Прошу прощения. Первый заместитель председателя комитета здравоохранения Государственной Думы и первый секретарь Ульяновского в основном о комитетах КПРФ. Спасибо большое, Владимир Иванович, что вы мне помогаете, Алексей Куриный и губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русский. Уважаемые коллеги, предлагаю вам задавать свои вопросы нашим спикерам. Первый вопрос. Кто готов? Пожалуйста, поднимайте руку, я буду передавать. Александра Никитина, Уллправда ТВ, корреспондент Владимир Иванович. Вопрос к вам. Два дня вы работаете в Ульяновской области по усиленной программе, побывали и на градообразующих наших предприятиях, наших флагманов. В флагманах также познакомились с губернаторским 102-м лицеем. Как вообще в целом оцениваете усилия руководства Ульяновской области в этом направлении, в развитии ведущих предприятий в целом региона? Спасибо большое за вопрос, что такой емкий. Ну, я коротко на него постараюсь ответить. Дело в том, что я не два дня работаю в Ульяновской области, а как заместитель, председатель Центрального комитета партии, как человек, который отвечает в нашей партии за социально-экономическое развитие страны. Я должен сказать, что касается Ульяновской области, Орловской области, Новосибирска или там Хакасии республики, для нас это первостепенное явление, исходя из того, что везде там, в областях, которых я назвал, работают руководители Центрального комитета партии. И понятно, что это наши посланцы, и Инадий Андреевич Зюганов, и мы, мы постоянно руку держим на пульсе с точки зрения поддержки наших губернаторов, команд наших губернаторов. И, самое главное, через них подпитываемся той реальностью в развитии экономики, в социальной сферы, для того, чтобы сверять наши программы, с которыми мы идем к нашим избирателям. А самое главное, нашими программами мы двигаем сегодняшнюю власть к принятию этих программ. Ну, вот, если говорить об агропромышленном комплексе, одна из задач была в нашей стране в последние 15 лет, конечно, решить проблему оборонной независимости и продовольственной независимости. Ну, дошло до того, что мы 50 миллиардов тратили за то, чтобы закупить второстепенное по качеству продовольствие из-за рубежа. Это была трагедия, это, в общем-то, путь был в никуда. Нам удалось не только предложить и разработать, но и принять на государственном уровне вот все пять программ в агропромышленном комплексе. Это и социальное развитие сельских территорий, это и вторая царина, это научно-техническая программа, это программа водных биологических ресурсов, включая акукультуру, и программа развития сельского хозяйства в продовольственных рынках. Одно дело принятия, их разработка принятия, второе дело через право применения добиться осуществления той государственной поддержки, эффективного, получения, реализации от этих программ непосредственно того, на что направлены эти программы. Здесь, конечно, каждодневная работа, чтобы действительно эти программы заработали. Для журналистов, для вас хочу сказать, ну, допустим, программа сельских территорий. Ну, мы знаем, в каком состоянии находятся наши села, даже районные центры. Везде проблемы здравоохранения в полный рост. Оптимизировались у нас в крупных регионах, 80 километров до врача надо ехать, допустим, в Красноярском крае. Ну, куда это годится? В образовании. 20-30 километров надо до средней школы ехать, нет там горячего питания, возвращаться, целый день ребенок без горячего питания. О каком здоровье может идти речь? И вот эта программа. 200 миллиардов в год она предусматривает выделение из государства средств для того, чтобы решить назревшие проблемы на селе, а через село укрепить пространственные связи всего нашего большого государства. Выделяют 50 миллиардов. Вот мы в 22-м году построили 600 объектов. Но если бы выделили в 4 раза больше не 50, а 200, мы бы построили 2400 объектов. Это было бы более заметно. У нас 2300 там с небольшим муниципальных образований. Это мы охватываем тогда всю Россию сельскую. А выходить мы должны хотя бы по одной деревне в муниципалитете делать, обновлять это и жилье, это и коммуникация, это и рабочие места. Вот в чем суть этой комплексной программы развития сельских территорий. Нам не додают по этой программе вот таким образом, пока деньги, прикрываясь, там Минфин то, вот надо в другое место, то в третье место. Но самое главное, это просто нежелание видеть сильную Россию в лице ее сильного крыла, которое определяет и глобальное место в мире через обеспечение и поддержку малоимущих стран тем же продовольствием и определяет внутри страны решение, самое главное, производить качественную продукцию для здорового образа жизни нашего населения. Вот такая ошибка. Вот такая ошибка. Но ведь здесь не только надо эти 200 миллиардов, сюда же надо параллельно завести. Все, что идет по здравоохранению на сельскую территорию, у нас проживает 35 миллионов человек. Извините, значит, в принципе, если говорить о социальном бюджете страны, на эти 35 миллионов человек нужно 1,7 триллиона, если равномерно распределить все, что касается социального бюджета страны, исходя из каждого человека. А мы ищем эти 200 миллиардов найти не можем, но это издевательство над своим кормильцем, по-другому я это пока назвать не могу. Да, я рад, что мы защитили эту программу, разработали, что они идут, рад я через ту надежду, что мы обязательно пробьем, и в конце концов будет это финансирование, и будет наша деревня возрождать через второе дыхание. Но пока такая борьба. А если бы туда пришли эти четко обозначенные в исходном паспорте деньги, если бы туда пришли деньги на культуру, на здравоохранение, на образование дополнительно, вот по большому счету все министры, вот Михаил Иванович с нами весь день сегодня был, мы встречались вчера с промышленниками, сегодня с огражденниками, вот это не только задача министра, допустим, нашего аграрного, здесь в Ульяновской области, в принципе это задача каждого другого министра, кто отвечает за здравоохранение, кто отвечает за культуру, спорт, чтобы они через свои министерства, ведомства защищали также вот те цифры, которые должны идти, допустим, на сельскую территорию. Это обязанность, вот мы договорились с Алексеем Юрьевичем сейчас поплотнее, и эту тему, значит, развивать, развивать. Мы на последнем, на последней защите бюджета, все это проходит через наш комитет, четко договорились и с первым заместителем министра финансов, кто курирует аграрный сектор, и с нашим комитетом по бюджету, окрашивать деньги, которые должны идти на сельские территории, и в здравоохранении, и в культуре спорта, и в образовании, вот на значимых этих направлениях. Вот тогда в этом ключе будет достигаться то, что нас может всех вместе радовать. Вот это одно направление, которое не позволяет просто обойтись двумя днями, о которых вы говорили. То есть этим надо жить, этим надо заниматься. И мы ведь, вот допустим, сегодня работая, собрали всех фермеров, науку, все непосредственно выезжая, смотрели технологии, вот понимая, вот о чем мы говорим с людьми, с учеными. Я академик Российской академии наук, то есть вот прошел весь этот путь, как говорится, вот своими ножками, извилинами. Поэтому вот мы же и видим резервы, и мы о них говорим, как действовать дальше, что непосредственно под рукой сегодня. Да, у нас есть заброшенные территории, имеется в виду земли сельскохозяйственного вводя, в том числе и пашня, ее надо вводить в севоборот. У нас такой резерв большой, 500 еще тысяч гектаров, в Ульяновской области, к 90-му году нет в севобороте. Мы с губернатором еще раз, значит, сейчас, на следующую, до 25-го года нам понятно, программа заведена в следующую пятилетку. Вчера вечером вместе вот с нашим первым секретарем, с министром, мы смотрели внимательно, как мы, вот пятилетку до 30-го года, сколько мы должны этих земель ввести в севоборот, сколько, какой мы должны получить дополнительно продукции, как будет расти бюджет. За два года Алексей Юрьевич с своей командой нарастил бюджет сегодня более чем на 30%. Это важно, это очень важно. За два года, вот когда страна и лихорадила ее, вы знаете, и ковид, и вот другие условия, когда Минэк давал прогноз, что у нас 22-й год вообще минус 20%, как вы помните, будет ПВВП, а ПВРП еще ниже будет падение. Ну, слава богу, что эти, как говорится, прогнозисты, ничего не понимая в плане и ничего не видуя в характере русского человека, нашего национального народа, который понимает, когда тяжело и сложно, он утраивает свои усилия. У нас сегодня в три смены работают все наши оборонные предприятия, они 22-й год так работали. У нас крестьяне в том году дали прекрасные рекордные показатели. И сегодня, я должен сказать, не менее отрадно отметить, что не только здесь вот движение. Мы, допустим, в Ульяновской области сегодня имеем и урожайность, и воловой сбор. В том году там 2 миллиона 120 тысяч тонн. В этом году, несмотря на такую засуху по Волже, у нас Татарстан вообще там очень здорово снизил урожайность, там вообще тяжелая ситуация. Но здесь сумели удержать, и мы около 2 миллионов все равно будем иметь. Это близко к рекорду. Значит, воловой сбор, это очень важно. Сегодня мы порадовались, там, допустим, убирает картофель 50 тонн с гектара, 500 центеров с гектара, и не просто убирает прекрасный картофель, но когда мы посмотрели по выносу и по балансу, сохранение плодородия и почвы, я порадовался, что наши фермеры, ну крупные, конечно, хозяйство большое, они владеют этой задачей. Мы вот два года подписывали президенту стратегию и записали особым пунктом, а перед этим закон приняли по сохранению плодородия и почвы, до восстановления, сохранения плодородия и почвы. Понятно, это главная наша задача, не стащить все после себя. И вот, когда посчитал эту выносу, он мне отвечает, сколько они вносят, все в порядке. У нас по стране пока тут дисбаланс большой. Мы выносим с урожаем, допустим, тех же зерновых через НПК, где-то там под 12,5 миллионов тонн действующих, а только 4 миллиона вносим. У нас деградирует сегодня чернозем. А здесь вот так, это приятно. Но поразило меня вчера тоже не меньше, чем сегодня порадовались мы в полях. И в большом разговоре, где собрали там всех фермеров Ульяновской области, науку всю, которая есть, большой разговор двухчасовой, ответы на вопросы. И вот порадовал это в то, что несмотря на то, что сейчас сдулись цены на дизельное топливо, на удобрение, техника дорогая, что сегодня картофель забирают по 15 рублей килограмм, АП-60 торгуют, значит, в магазинах Ульяновску. Самую низкую цену сейчас мы нашли, мы с Михаилом Ивановичем 35 рублей. Ну, готовы ребята сейчас и ярмарки проводить, 5-е, 10-е. Но такие же не должны быть дисбалансы и накрутки. Кстати, это дело тоже журналистов помогать нашему здесь и министру, и всем, кто должен следить вот в этом плане за порядком в торговле. Нельзя накручивать 4 цены. Красная цена, 10% наценка должна быть в розничной сети, но не 400%. Мы сейчас с Гордеевым законом внесли такой. Вот год пока не можем сломать большинство в Думе. Дальше разговор о промышленной, я сказал, не меньше порадовался. Вчера мы посмотрели градообразующие предприятия и новые предприятия. Меня особенно удивила, допустим, портовая экономическая независимость. Я как-то связываю, когда говорим о порте, все это вроде речной порт, а здесь привязан, понятно, недалеко воздушный порт. И что поразило? Ну, во-первых, губернатор здесь проявил себя, как говорится, всю, исходя из того образования и подготовленности. Алексей Юрьевич, как вы знаете, с золотой медалью закончил среднюю школу, с красным дипломом закончил высшее Баумское училище. Не растерялся безвремя, а с группой ребят с Баумского училища сумел пройти очень серьезный путь своими ножками для становления большого, крупнейшего предприятия в стране, где концентрировались, Леша, на ременье, водички. Мы сегодня седьмую встречу с вами проводим. Да, и я хочу сказать, вот эти выдающиеся технологии, исходя из образования, они очень здорово помогли по некоторым производственным направлениям, где очень здорово отставала Россия. И особенно вот на таких направлениях, я недавно был в Истоке, в Наукограде-Фрязино, ну где-то дней 8 назад, у вас вот такая же есть здесь структура, как искра, это ребята, которые делают такую электронику, которая позволяет нашим самым серьезным системам видеть противника и поражать его далеко на расстоянии. То есть это уникальная система. В нашем Наукограде, там, 20 лет назад было страшно. Я там был как раз, грабили, там, растаскивали эти станки с научно-вычислительными программными управлениями, вот там все эти золото, серебро, платину выгребали. Вы избежали это. У вас как раз этого разграбления на этом предприятии не было. И я приятно вот был поражен. Мы договорились с Артиком Владимиром Владимировичем, это первый зам Чемизова, Ростехнологии. Вот я специально поехал перед этим на вертолетный завод, где объединили две школы, там, Камовская и Миля. А потом поехал туда, значит, посмотреть, что здесь стало. Часто там бывал, и как почетный гражданин Московской области, и как академик ран, и удивился, удивился новый директор с советской школы, с 22-го института пришел у нас, Матейщик военный, на оборонный институт промышленности. И новая продукция удивляет. Удивляет, и есть нам чем ответить. Все нечисти, которые тут находятся за океаном, и сегодня, что притащили, непосредственно на ленточку сюда, на Украину. И вот говоря о том, что многие у вас в этом плане предприятия действуют уже давно, но вот интеллект, губернатор на этом направлении позволяет ему в этом ключе заниматься и кадровыми вопросами, и перспективными вопросами. Все это сверять, бывая там, встречаясь с бойцами, все и командирами, все это воочию поправлять. Мы вот там месяц полтора назад, наверное, я был, мы смотрели, не, наверное, два месяца. Как раз мы посевную открывали с губернатором, ну, где-то, наверное, это был май месяц, и мы побывали на ряде предприятий ваших, которые ремонтировали от Тунгуски до системы С-300 и С-400, то есть самое современное, но есть у нас еще кое-чего. И понятно, что общаясь на одном языке, вот с этим народом, очень важно и правильно. Вчера мы побывали на УАЗе. Мы знаем, какой был криз в одно время этого градообразующего предприятия. Меня вчера поразил директор своей эрудиции. Он владеет тот и до, как производственник всеми теми технологиями, которые сегодня применяют они, допустим, производя ту или другую машину. И вы знаете, даже по большому счету, не получая то, что получали из рубежа, непосредственно с Европы, и мы тогда с Алексеем Юрьевичем рассуждали, может придется уходить классом ниже, исходя из того, что приходится по климат-контролю, по ряду других, экологических, в том числе проблемы. Придется уходить на уровень ниже, в этом ключе нет. Они остались сегодня на Евро-5, они сегодня работают красиво на новых направлениях, нашли выхода. И в реализации, главное, значит, 40 тысяч. 40 тысяч сегодня делают, готовы делать больше, но сегодня 40 тысяч продают машин. Зарплата, люди, много автоматизировано линий, просто классно, я бы сказал. И машины, я вот ему там директору сказал вчера, значит, слушай, мне так пришлось по жизни, 25 лет работая первым руководителем, самому обкатать 22 УАЗик. 22, потому что раньше было, вот все замы ездят на таких машинах, главные на таких машинах. Понятно, у директора два водителя, и очень классные были водители. Я беру новый УАЗик, езжу на нем полгода, обкатаю все, сделаю, передаю одному из замов или главному специалисту. Когда первым работал, там Волга, УАЗик, тоже водители. УАЗик дает на два года, два года отработал, передаешь председателю исполкома. Это тоже 6 лет, это тоже, значит, достаточно для того, чтобы знать все тонкости этой машины. А вот новый дизайн, того же Патриота, он по большому счету впечатляет. Когда мы смотрели перспективу и новой машины, которая есть, ну, это вообще классик. То есть мы видим, что даже без потребителя того, который был классно у него, это УАЗик, 50 тысяч колхозов, по одному УАЗику 50 тысяч, у тебя сразу, значит, потенциальных покупателей. А если иметь в виду, вот о чем я говорил, что у каждого зама, у главного, как правило, УАЗик другой, машины другой не было. Ну, была Волга, опять она, Волг, правило, у одного директора, это Москва, а тут все, и вот такая ситуация. Или автобус. Производит 200 штук автобусов. Классный автобус, особенно для таких городов, там, 50-100 тысяч населения, может, чуть побольше. Ну, производит 200. Но у директора программы тысячу. То есть пять раз увеличить, у губернатора программу тысячу производить. И для этого готовят, показали, сейчас мощности. Это реальность большая. Слушайте, пять раз увеличивают производство, это новые же рабочие места, это новые технологии. И я был поражен, вот будучи где-то там пару недель назад, а может, чуть даже меньше, вот на этих вертолетных лучших наших предприятиях, в том числе это объединенные КБ, о чем я говорил, где и Акула, и Ми-8, и Ми-10, это краны большие делают. Я посмотрел там новую систему, внедрили они по логистике, вот по запчастям. Мне было интересно, как они здесь, на Азии, эту тему решают. Я увидел, что близко к этому. То есть они используют высоту, стеллажи, лифты соответствующие, цифра. И у них тоже здесь работает. То есть идут в ногу со временем. Но особенно вот меня поразила это портовая экономическая свободная зона. Чем она поразила? Ну, во-первых, там льготные налогообложения. Губернатор это все придумал, Москва это утвердила. Это вот я недавно был в Хакасии, дни пять назад. Вот там это тоже работает. Там ни один не убежал инвестор. Там тоже схема просто себя проявила. Нет налога на прибыль, нет налога на землю. То есть НДС. Но зато заходят люди, инвесторы, заходят производство. А вот с одним резидентом, у него работает там сейчас около тысячи человек. Слушайте, все налоги уже стоят здесь, регистрируют все здесь. Рабочие места. И это опять не платят налоги. Допустим, губернатор подписал там на 10, по-моему, да, Алексей Юрьевич, на 10 лет. Через 10 лет это пойдет, но сегодня через другие налоги это формируется новый совсем каркас промышленного производства, другой ВРП, это другой бюджет, это другой уровень жизни. И вот в этом ключе производство-то удивительное. Новейшие технологии, удивительное производство. Мы посмотрели композитное производство. Речь идет о новом направлении, но хочу так сказать, ну, для журналистов тоже, я думаю, не новое. Мы это, производство начали в Королево организовывать. это есть у нас в Подмосковье Королев, вы знаете, центр вот такого космического всего напряжения, ЦУП, где у нас находится. И там первые появились тогда, значит, производства и для космических кораблей, и в авиации использовать вот такие материалы, новые материалы. Ну, знаете, крыло, да, делали алюминий, а это вот композит. Это наисложнейшая система. Вот мы заходили внутрь, там смотрели, в случае уникальное производство, уникальное, специалисты ваши, все люди ваши, рабочие места ваши, значит, и на МС-21, и, значит, на Суперджет и на другие марки, которые подходят именно вот под эту вставляющую, впечатляет. Но не только это, допустим, композитное крыло, но и другие материалы, которые они делают сегодня из этого нового материала, облегченного, но очень прочного, чего они нам только не продемонстрировали. Вот это все, еще раз я хочу сказать, характеризует сегодня мое отношение, значит, к губернатору, как раз о чем вас спросили. Я своим вот ребятам, значит, нашему и первому сектору, вот Айрат подъехал, он был на всех этих заводах, тоже с нами, я сразу им сказал, мужики, смотрите, где мы там, допустим, директора и главные, они раньше начинали, вот Алексей Юрьевич нам помог этот кредит, а вот он нам помог выбить это, а вот он нам помог здесь, а вот он облегчил здесь. А кто это не говорил, я спрашивал, а директор у вас бывает, а как, и начинается вот этот захлеб разговор. Поэтому вот в этом плане мы все не без греха, мы все не без греха. Работы много, тут нет вопросов, идет, понятно, война, сформирован не один батальон, целые бригады, большие отряды работают сегодня на стройках в новых территориях России. Алексей Юрьевич постоянно и там следит за этим вопросом. Вся область и вся наша партия поставлена, как говорится, на уши, помогая уже 9 лет Донбассу. Под Донбассом я имею в виду все наши территории, все 4 региона, и Луганскую, и Херсонскую, и Запорожскую область. Сегодня вот тоже отправляли с утра конвой, а основную часть мы будем 4-го отправлять с сентября. Вот в целом, я бы так сказал, что наш руководитель в лице председателя партии Енадий Андреевич будет доволен этой поездкой, я ему доложу о том, что видел. Значит, в том числе о проблемах мы сегодня уже говорили с министром, завтра министр сельского хозяйства идет к первому руководителю, значит, как раз по тем вопросам, которые сегодня звучали, я имею в виду и по горючим смазочным материалам, и по возможностям кредита. Мы радовались, что все эти вот 7 лет льготный кредит мог взять любой фермер, любое крупное хозяйство, не выше 5%. Это дорогого стоит, коммерческие кредиты разорили не только сельскохозяйственные предприятия, но многие промышленные предприятия по России, многие республики и области ставили просто тупиковое положение, исходя из аккредитованности и другим вопросом, связанным с государственным долгом. Вот так, коротко отвечая на ваш вопрос, я оцениваю деятельность команды нашего губернатора, одного из руководителей Центрального комитета партии. Алексей Юрьевич, Павел Патриков, репортс 73. А какие у нас в регионе сейчас действуют меры поддержки для аграриев и планируется ли их расширение? Спасибо. Мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Владимир Иванович уже вкратце рассказал о наших успехах в области производства сельхозпродукции. 22-й год рекордный урожай. Мы собрали 2 млн 114 тысяч тонн по зерновым. Достигли рекордной урожайности, которая никогда не была зафиксирована в области 30-70 сантиметров с гектара. Но задача у нас намного амбициознее. Мы ставим задачу повысить планку 40 сантиметров с гектара по зерновым и к этой цели идем. Если взять 23-й год, то мы столкнулись с засухой в то время, когда формировался колос, когда формировалась будущая урожайность. У нас была засуха и в принципе некоторые специалисты прогнозировали урожайность чуть ли не в половину от прошлогодних. но в связи с тем, что уделяется огромное внимание новым технологиям, значит, АГАРный наш университет, самое активное участие во специалисты принимают в развитии сельского хозяйства, в постоянном контакте с нашими руководителями фермерских хозяйств, значит, мы на сегодняшний день достигаем урожая 1 миллион 900 тысяч, то есть не в половину, а всего лишь на 10% меньше, чем в прошлом году, а если бы условия сложились по влаге, я думаю, мы бы превзошли намного урожая прошлого года и, наверное, вышли бы на эти показатели. Сейчас у нас урожайность 32 центра в условиях засухи, в то время, когда Татарстан собрал вдвое меньше, чем в прошлом году, да, соседний с нами регион, и там действительно чрезвычайная ситуация, мы, в принципе, прошли эту черту довольно-таки достойно. Мер поддержек у нас очень много, у нас около 40, это и по гектарной субсидии для сельхозпроизводителей 230 евро, и платится за каждый гектар сельхозпроизводителей. Это гранты начинающим фермерам, это гранты на создание семейной фермы, допустим, в этом году у нас 4 таких гранта было выдано, общая сумма 85 миллионов рублей, 4 семейной фермы сейчас создаются. 23 гранта мы выдали начинающим фермерам, 80 миллионов рублей было на это потрачено, у нас работает программа Агро стартап до 5 миллионов рублей, начинающему фермеру выдается грант на организацию своего фермерского дела. У нас действуют программы по компенсации затрат на покупку нового оборудования до 50%, на покупку новой техники, компенсации до 50% лизинговых платежей, на семена капстроительства, на миллиаративные системы. Хочу сказать, что в этом году Владимир Иванович у нас 5 миллиардов 400 миллионов рублей было выделено из регионального и поддержку федерального бюджета на поддержку наших сельхозпроизводителей. Это огромная сумма, которой до этого никогда не было. Причем если говорить об этой сумме, из них всего-навсего федеральный бюджет полтора миллиарда, а остальное региональный. Даже точнее миллиард 300. То есть точнее 1,4. Согласен. Поэтому делаем все для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в регионе. Нам нужно на собственные нужды 900 тысяч тонн зерна. Мы эту планку превзошли в два раза. Соответственно наши сельхозпроизводители могут отправлять продукцию в том числе и на экспорт. Мы сейчас начинаем уборку овощей. Владимир Иванович отметил 50 тонн с гектара по картофелю. Это реально цифра, которая у нас сейчас достигается нашими фермерами. Это действительно так. Сегодня присутствовали в Ульяновском районе на уборке моркови тоже очень неплохие показатели порядка 30 тонн мы выходим на сбор с одного гектара. В целом все идет нормально, все идет в нужном направлении при нашем постоянном контроле и поддержке. Дмитрий Иванович о федеральных мерах поддержки агрария. Сегодня для того, чтобы понять, что началась уборочная, из города можно не выезжать. Приехал на бензоколонку, увидел, цена поползла сверху, значит аграрии начали молотить. Это же из года в год происходит. Почему так? Ведь все это закладывается потом в стоимость зерна, в стоимость муки и так далее. Можно же каким-то образом повлиять на то, чтобы вот эти ножницы, о которых вы говорите, ну, как-то нивелировать все это. Наверняка вы этим вопросом занимались. Да. Но я должен сказать, конечно, не только речь идет о горючих смазочных материалах, не только о дизельном топливе, о бензине, мы являемся действительно одним из серьезных заказчиков дизельного топлива, бензина, то есть агропромышленный комплекс. И понятно, монополисты в лице олигархии, которые работают на направлениях нефтегазового комплекса, понятно, не прочь урвать лишние рубли, лишние доллары, схватив вот с крестьян, которым необходимо все равно покупать эти горючие смазочные вещества для того, чтобы проводить пассивную, вести уборку. Самое главное, что сегодня вот ГСМ или удобрения, или там тоже монополисты, допустим, за 4 года вскочили цены на удобрения, на сложные удобрения, допустим, на МОФОС в 3,1 раза. У нас неплохая была цена по зерну в 2021 году, мы достаточно много купили техники и другого затратного механизма для выращивания, прибыль хорошая была, но а потом мы скатились вот с этими рекордами, улетели в цену по зерну на 17-й год. А вот с 17-го года, если смотреть на затратный механизм, он так возрос. Через комитет мы проводим расширенные заседания и смотрим или цену на молоко, или смотрим цену на зерно, или вот на удобрения и так далее. Вот последний раз удобрения два года назад вот так взлетели, вот потом затормозили. Чуть отвернешься, опять начинается, вот чуть на каникулы, вот начинается. Смотрите, что сделали. Идет уборка, позакрывали нефтяные базы во всей России на профилактику. Недавно, я не знаю, смотрели вы или не смотрели, ни Халкова, он один секретный документ зачитывал, это буквально неделю назад было, может даже меньше, что сегодня байденские службы соответствующие, наши достали этот документ, дали ему, он его зачитывает, приняли решение, ЦРУшное решение активизировать резидентов в России, которые работают в Минэке, в Минфине, в Министерстве культуры, ну, наверное, в Минэнергетике забыл он там дочитать. Вот большая часть убежала тех, кто правил нами 30 лет. помните Касьянова, председатель правительства, помните, Дворковича, допустим, вице-премьер, помните, таких Дворковичей в три десятка не, как говорится, упрячешь, больше. А посмотрите гнилую интеллиенцию, которая сбежалась, а посмотрите на своих собратьев по телевидению, увидите труженика села, или кто-то взял интервью какого-то фермера, какого-то крупного производителя, пироводчика какого-нибудь. В день какого-нибудь праздника, дай Бог, увидишь, но зато видим другое, опять полуголое, опять пляшут, опять пошло шутят, и так далее, и так далее. А это же все воспитание. А это по-прежнему, эта олигархия сегодня просто стоит на пути нашей победы. Она и стояла. Разве ей нужен, разве ей нужна победа рабочего крестьянина, который сегодня служит в армии? Их не у брата, там же нет. Поэтому ответ сам по себе напрашивается. Просто-напросто диверсия. Не случайно я сказал, что завтра министр Патрушев идет к первому руководителю с этим вопросом. Шестого мы проводим комитет расширенный, слушаем министра по всем этим вопросам. Причем мы проводим это вместе с комитетом по контролю. Я приглашаю туда и ФАС и многих других руководителей, кто должен следить за этими делами. Они преступные. Они просто-напросто преступные. В структуре любого производства, даже в коммунальном хозяйстве, сегодня ГСМ является ахилесовой пятой. мы помним, какая задача стояла в свое время на энергетическом рынке нашей страны. Что для населения киловатт в час стоил копейку. Ну, две копейки платили. Что вообще содержать было в Москве или в Ленинграде, да в любой, в любом регионе квартиру это стоило копейки. то там два-три процента семейного бюджета. Мы видим, как это сегодня накручивается. Причем знаем, что вот сегодня нам задавали вопрос по отключению в парке света, что областные энергетики получают сегодня зарплату бешеную в сравнении с крестьянами, рабочими, бюджетной сферой, бешеную. Все мало. Все остался этот синдром Чубайса. Разобщили, разорвали, все, сейчас потихоньку собираем снова в единую сеть. Потому что, когда мы смотрим генерацию, себестоимость киловатта, она приемлемая. И в тепловой энергетике, и в гидроэнергетике, и в атомной. Все укладывается меньше, чем рубль. Почему надо платить сегодня 8 рублей населению или крестьянину. Бешеная цена. Это вот ненасытность. Это вот как раз планирование, это как раз регулирование, которого сегодня в диком олигархическом капитализме не хватает. Вот почему сегодня мы еще одному радуемся, что президент круто берет влево. Что мы, коммунисты, за эти годы достали его своими теми большими делами в борьбе с фашистами, в борьбе с теми, кто стоял на нашем пути разваливая все и вся. Мы не забыли, когда Гайдар орал, что село Черные Дора, туда не надо не давать ни копейки. Мы не забыли, как американцы хотели присесть под Арзамас, и мы там несколько месяцев в Союз Советских Офицеров, Держание в поддержку армии, а я возглавляя общероссийский протестный штаб. Мы пробили эту стену, не пустили. Мы приехали сюда, в Ульяновск, все по Волжи собрали. Вот, Куриной знает, когда было сказано об Вазе подскок американское здесь сделать на вашем Ульяновском аэродроме, вытурить попробуй. Прорвали тут кордоны, с Енадьем Зюгановым приехали сюда, прошли по городу, президент нас услышал. Я вам хочу сказать, а вот когда осквернить знамя победы хотел генерал Сугуткин и Единая Россия проголосовала в Думе, я вывел фракции, все, мы провели митинги, обратились к президенту, но и Совет Федерации проголосовал, снять символику со знамени победы, это кому надо было. Президент нас услышал, не подписал этот закон, но за него это наш публик проголосовало, а сегодня с этим знаменем в бой, к победе идут и танкисты, и морпехи, и все подряд, любой отряд, мы туда несколько уже тысяч знамен копии отправили, а если думаться, вот, кто разваливал армию, авиацию, значит, нашу электронику, и до знамени побед добрался, картина становится ясной, какую нам уготавливала эта публика судьбинушку, вот это все взвешивая, мы должны понимать, что эти отрыжки, это мелочевка, которую они пытаются нас кусать, получив, естественно, оттуда команда, не случайно их службы дали озвучить, просто так не может Михалков где-то документ достать. Мы в свое время, Инадий Андреевич у нас озвучивал документы Соровские по уничтожению наших ПТУ, системы образования перевод на Болонска, мы в свое время озвучивали документы, которые связаны были с уничтожением системы подготовки кадров, в первую очередь инженерной, в этом плане Плеяда, а ведь многое удалось, слушайте, мы миллион двести тысяч готовили специалистов в год рабочих массовых профессий, сегодня готовим сто двадцать тысяч, везде недостаток кадров, вы хорошо это тоже понимаете, вот это все еще раз нас заставляет быть бдительными, вещи называть своими именами и действовать без оглядки, это не на пользу России, это все ослабевает Россию, но ведь протягивали это тоже специально через ВТО, я работаю пять лет в комиссии президента по ТЭКу, президент сам ведет эту комиссию топливно-энергетическую, она в квартал как минимум один раз бывает, от Думы я там был один, когда был председателем комитета по природным ресурсам, продовольствования, экология, и обсуждались очень серьезные всегда вопросы, много выездных было, мы были в Кемерово, и в Бурятии, и в Волгограде, и во многих регионах, в Кремле много раз, значит, вот обсуждается тема безопасность европейская по энергетике, все туда-сюда, закончили министра доклада, все олигархи сидят, и вся силовая структура сидит, все министры, я говорю, Владимир Владимирович, а вы знаете, что у нас нет программы энергетической безопасности России, как нет, так нет, делает поручение, через 100 месяцев появляется, я еще формулу писал, что такое энергетическая безопасность Российской Федерации, беспокоились, как там, а у себя, слушайте, вот можно так, это один из вопросов, второй ВТО, ведь там прописывали, чтобы цена на внешнем и внутреннем рынке была одинаковая, причем не просто одинаковая, а по прибыли и была, одинаковая для оригархии, слушайте, как это так, как это на внутреннем рынке, цена должна быть такая, сколько, вот, через тысячи километров прошли по нефтепроводу материалы, а недра принадлежат народу, как вы хорошо знаете, леса, вода, и там была бы такая цена и такая же прибыль, как здесь у себя, ну, что же безобразие, но их записали в ВТО, вот коммунисты голосовали против того, что мы были бы в системе ВТО, вот аукнулось, мы потеряли триллионы по этому поводу, или еще один закон назову, в том году идет война, ну, ладно, 260 миллиардов долларов вытащили, да, за рубеж, это вот сейчас по сегодняшнему курсу 24 триллиона рублей, это годовой бюджет, вот мы сейчас говорим о небольших копейках, вон, что вытащили, но принимается закон оставлять валюту за рубежом при продаже зерна, при продаже золота, при продаже нефтегаза, третьего, третьего, нет, не нефтегаза, и еще выскочил отчет у меня, не менее значимого вот элемента в экспорте, триинов оставлять там, оставлять там валюту, слушайте, был раньше закон, всю валюту сюда, вообще, когда случилась тогда трагедия, когда дефолт объявили, мы делали правительство Примакова-Маслякова, то есть партийное наше правительство, и вытаскивали из пропасти тогда значит нашу страну, тогда был каждый доллар под учет взят, тогда под программы печатали деньги под развитие того или сохранение того или другого предприятия, оттащили за несколько месяцев страну от пропасти вот этого дефолтного сегодня, вот, как это можно назвать, слушайте, в год войны 260 миллиардов долларов вытащить, вот, принимать такие законы. Много проблем, много проблем, которые надо решать, мы видим, мы создали свой бюджет развития, последняя наша программа, сейчас мы ее на Орловском экономическом форуме полтора месяца назад утвердили, я делал базовый доклад, тысяча народа, много было разного народа, академиков много было, мы, главная суть этой программы это формирование бюджета развития, мы показали, как мы формируем, он у нас идет на следующий год при принятии на 42 триллиона, он решает многие вещи, мы удваиваем через этот бюджет, работая и на наших промышленных, сельскохозяйственных предприятиях, работаем на социальном направлении, дает нам в итоге при эффективной работе использования этого бюджета абсолютные показатели, искомые в социальной сфере начинают продолжить жизнь, возвращаясь к тем социальным завоеваниям и в образовании, и в здравоохранении, но понятно, что тут нужна политическая воля, чтобы принять бюджет, 5 триллионов сегодня налогов платят в офшорах, 5 триллионов, ну слушайте, ну сколько можно, двойной налоговложение, ну сколько можно терпеть, ну всем понятно, приняли законы даже по диавшоризации, ну все там, я вот называл сколько вывезли, можно назвать сколько в серых схемах, и так далее, и так далее, поэтому, ну вот водкой сколько людей травят, сейчас смотрите опять и в Ульяновской же области у вас эта трагедия была, да, вот этой, вот этой, даже раньше мы называли это из яблок сделанное вино там червушкой, а это вот сидр, слушай, ну что это такое, ну все спиртсодержащее было всегда за государством, при царе только государство, монополия государственная была, 30% государя имел в казне бюджете от этого, 20%, 18% точнее в советский период, мы сегодня ничего не имеем, травим людей по карманам, олигархии, все это расстаскиваем, ну что это порядок, ну видно, все вот, слушайте, ну если мы за родину, ну если мы за Россию, если мы возвращаем патриотические начала, а как по-другому победить, эта же тварь вся разбежалась, как по-другому победить, нет, без этого не победишь, достанут, любого придут и туда, к Уральским горам, поэтому у нас-то задача одна, в этом ключе, она и всегда была, бережное отношение к завоеваниям наших отцов и дедов, не только к нашим границам, но и сбережению народа, вот так, отвечая на ваш вопрос, я это все понимаю, возмущен до глубины души, и вот, шестого мы будем это смотреть широко, через федеральную составляющую, но министр уже идет завтра первым руководителем, думаю, ситуацию мы поправим, а то, что потеряли наши ребята, компенсировать, такую мы задачу будем ставить. Ирина Ароновская, Народная газета. Владимир Иванович, вы сегодня уже упомянули о том, что сегодня приняли участие в отправке гуманитарного груза, знаю, что КПРФ за 9 лет работы уже более 100 грузов отправила, если позволите, даже вас процитирую, знаю, что в одном из... 117-й конвой готовил. 117-й, да? Спасибо. Знаю, что в одном из интервью вы даже сказали, что до 70% хлеба выпекалось из вашей муки, да. А что сегодня нужно новым территориям? Кому как не вам ответить на этот вопрос, но если позволите, еще один вопрос подкину. Правда ли, что депутатам Государственной Думы запретили посещать зону прифронтовую без одобрения Минобороны? Так ли это? Спасибо. Ну что, уважаемые товарищи, вот я хочу сказать, это был зов времени, и все в нашей партии первую конвой мы отправили со Ставрополя в Пушкинские дни. Я проводил там вместе с нашими товарищами большие мероприятия. Это тоже возрождение русского языка как государственного нам тоже нелегко давалось. мы сначала приняли решение тоже на пленуме нашим и сенсативой выступил Тайсаев, Казберг. Очень важно было, что наши национальные республики с этой идеей выступили. А дальше мы двигали ситуацию, у нас отличился тогда на этом направлении Никитин Владимир Степанович, он возглавлял контрольную комиссию, депутат наш был, был первым секретарем Псковского обкома еще в советское время. Сейчас возглавляет он русский лад у нас и нам удалось тогда, Путин нас поддержал и указ, и сегодня русский язык является государством и тогда вот мы проводили там большие мероприятия 9 лет назад, повторяю, для нас было важно, мы собирали весь Северный Кавказ, до этого молодежи давали вопросы там, мне писали на лучшие сочинения, журналисты участвовали и концерт там ставили там спектакли пушкинские там и так далее, и так далее. И изумительные в этом ключе и тогда родилась идея отправить конвой. Вот мы тогда небольшой конвой, две больших фуры 20-ти тонных отправили, а потом уже через несколько дней мы это завели в систему и стали отправлять наш конвой. Вот сейчас 117 конвой, конвой мы отправляем чтобы не меньше 120-140 тонн был один конвой, тогда мы считаем полноценным. Вот сегодня то, что мы отправили, это начало вот 117 конвоя, а основной вот 4-го числа он пойдет с нашего совхоза Владимирича Ленин, три больших фуры, две с Северного Кавказа и одна с Воронежа. И таким образом вот у нас отрабатывается и этот счет. У нас напрямую многие работают. Важно вот это и сейчас делать, но важно это было вот делать тогда, когда первый коммунист Украина Захарченко Александр с знамя победы поднял, это первый руководитель независимого Донецка, значит, он вступил в нашу тогда партию, значит, сейчас сын тоже вступил в партию. Его убили, бандиты, взорвали, вы это хорошо знаете, он постоянно бывал у нас тоже во фракции, был у меня несколько раз даже на слушании в доме, изумительный вот человек, он был, остается и вот это было зов души и людям важно было обратную связь иметь, что они с нами, что они рассматривали наш конвой не как конвой там КПРФ и прочее, они рассматривали как вот этот конвой от всей нашей страны от России, они видели, что мы их не бросили все вместе, это было важнее. На отправку конвоя приезжали наши бывшие коммунисты, значит, КПУ, сейчас понятно, мы там их уже давно преобразовали в организации нашей КПРФ, значит, все это было сопровождением, участвовали министерства, ведомства, у населения куска хлеба не было, я уже вот про АКО поговорил, поэтому это было очень важно. Тысячи наших людей получили ордена и медали вот за эту работу, кстати, вот на следующем конвое четвертого мы будем вручать 14 нашим ребятам ордена, 7 будет высших орденов, кстати, значит, Куширин подписал приказ, вот Алексей Юрьевич тоже награжден орденом дружбы, у нас один из активных участников первых секторов Серповского района, это особый район, они первые научились тогда в нашей организации, там большой институт, Портвино, это математики, и у нас там очень большая ракетная составляющая, институты, все там от тополей, и многие наши ребята, коммунисты, инструкторами ушли туда, и вот научились делать эти дроны, сами собирать, испытывать при конвоях здесь прямо и вот отправлять, значит, вот посмертно Миша тоже награжден, но его дочь сейчас выгодает в аркинную организацию, сегодня, конечно, сегодня добавились еще другие политические партии, в том числе, значит, Единая Россия, не государственный конвой, МЧС-то возило и тогда, но они любят пристраиваться ко всяким чужим делам, называя, что это их не отвечать ни за что не хотят, а в районе если бюджет государственный, то это они что-то делают, нет, это, извините, народ делает, он формирует бюджет через свои налоги, значит, исходя вот из этого, конечно, сегодня появилась необходимость и в оборудовании, и в машинах, сегодня по-прежнему для освобожденных территорий, конечно, это продовольствие, медикаменты, безусловно, значит, сегодня просят и антидроны, и дроны, все это мы учитываем, исходя из заявок, очень часто работаем напрямую, вот, здесь наша партийная организация, вот, допустим, курируя по Волжский округ, отправляя, вот уже 11 конвоев за это, вот, за эти полутора лет отправили, вот, из территории Ульяновска, через все по Волже, в общих наших конвоях, большая работа напрямую, кроме этого, везут по заявкам соответствующие технику, и Алексей Владимирович, и вот второй секретарь, сенатор нашей РАД, Инмудинов, тоже самое, значит, постоянно там бывает, и напрямую работают с теми заявками, которые идут оттуда, не случайно, сегодня были там и УАЗики, и кладотоптеры, и, значит, дроны и так далее, вот сегодня в конвой, поэтому мы здесь руку держим на пульсе, но, повторяю, ничто не заменит это общение, это единение, что мы здесь с ними, что мы их ждем, значит, очень важно, допустим, решить ту же проблему, что участник, защищая там нашу страну, не был обижен здесь каким-нибудь нерадивым чиновником, чтобы ее ребенок пошел в ту школу, в которую он хочет пойти, чтобы все эти рьготы, которые прописаны и озвучены президентом, исходя из того, что это наши дети, это слова президента многому, ко многому обязывает каждого из нас, что это наши дети, чтобы это не был пустой звук, это он говорил членам правительства и всему правительству, это очень важно знать и понимать, нельзя быть в этом ключе бездушным, партийные наши организации, коммунисты в этом плане должны быть снова впереди, в этом ключе, к этому обязывает наш и наш президент, и наш руководитель Енадий Андреевич Зюганов, который находится тоже в это сложное время на прямом контакте, вот перед отъездом с первым руководителем, вот перед отъездом сюда, вечером после посещения Звездного с Володиным, они были, это вот позавчера, значит, вечером он разговаривал с первым лицом, а вот четверг должен встречаться с Вайной, я тоже ему обозначил все наши вопросы, о которых сегодня шла речь. Будем вот в этом ключе совместными усилиями решать вот эти проблемы по конвоям. Вот Алексей Владимирович добавит, Айрат, если что есть, тоже может добавить, если вас, если надо расширить наш ответ, Леша, добавишь пару слов? Да, ну, все сказали, практически, Владимир Владимирович. Хорошо. Занимались, занимаемся и будем заниматься, это правильно. Медицинские оборудования, лекарства, лекарства, да, лекарства сегодня мы отправили, тоже дополнительно, которые нуждаются, несмотря на то, что вроде как доходит доводится информация, что у нас все замечательно, я был на этих территориях, и лекарств действительно не хватает. Лекарства всегда нужны, они всегда нужны, они всегда востребованы, они реально спасают жизнь. Мой каверсный вопрос про то, что вас теперь туда пускать не будет, или это неправильная расчетка? Я вам отвечу, такое есть решение, правильное, вы абсолютно правильно говорите, такое принято решение. Сегодня создана группа при администрации президента совместно с Министерством обороны из всех фракций. Нашу фракцию представляет Казбек Тайсаев, вот эта группа имеет стопроцентное право, значит, в любое время и так далее, и так далее. Никто не может там, в принципе, остановить депутата, поехать на территорию. Вот, сейчас огромная ведет стройка в Ульяновской области. Для нас также важно там быть, участвовать, смотреть, как и встречаться с командирами, там с бойцами. Правильно? Правильно. Тут никто не обозначил, но ездить для того, чтобы за тобой ходили там 40 человек, охраняли тебя, такие поездки не нужны. Бесшабашность определенной тоже не нужна. Надо понимать и Министерство обороны правильно, но еще раз хочу сказать, и депутаты, ехать для того, чтобы пропиариться, тоже нехрен там делать с такой задачей. если есть системность в работе, если есть от тебя польза, тебя никогда никто не остановит, но наоборот пригласят лишний раз. Ну вот сейчас, допустим, ко мне где-то там, ну вот когда случилось, там, трагедия в Сирии, землетрясения и прочее, начальник управления, администрации, президента обратился с письмом официально как к руководителю штаба по гуманитарной помощи, Владимир Иванович, прошу вас оказать помощь от самолета туда-сюда, но там надо было детское молоко и прочее-прочее. А нас в Москве три там этих самых дают на руки пузырька детского питания, но до пяти. А тут надо несколько тонн, в том числе и молоко не довезешь, опять надо сухое молоко, значит, я тогда он подключил тоже там первого зама министра, мы все сделали за два дня и отправили и, конечно, полетел туда Казбек вместе с ним и там тысячу спасибо оттуда звонили, мы туда умудрились еще и тушенку говяжью, значит, специально сделали на нашем народном предприятии, мне этот Казанков говорит, наш первый секретарь, огромный там холдинг создали, Мариэл по всему Поволжье, тут на 27 миллиардов производит продукцию, Владимир Иванович, ну мы и так каждый конвой, там 3 тонна, значит, ну это же дорого, да, мы же мясо, мы по ГОСТам, у нас 85% мяса, я говорю, слушай, ну-ка, давай я тебе вот уложу в эту сумму, значит, вот гораздо больше все получится, как? я говорю, вы делаете 35% мяса, остальное пусть гречка, рис, это будет прекрасно, значит, вот, и действительно, это вполне достаточно для того, чтобы вот там, как говорится, Богу молились люди, когда мы это прислали, вот и детское молоко, и там 8 тонн сухого молока, из него, понятно, можно сколько сделать молока, ну, качественного завода, ну и другой продукции, вот поэтому вот так, а если ты едешь, чтобы вот сказать, что я там был, таких людей, таких, таким людям там не надо, потому что понятно, что министерство отвечает за каждого, а уж если на оборону, а если уж депутат попадет и погибнет, ну, представляете, что это будет? Поэтому вот в таком ключе. Вопрос самодисциплины больше, чем запретов прямых. Друзья, ну, вы по выборам-то не хотите ничего задать, все нормально? Да, все понятно. Да, все понятно? Вот это хорошо. Сколько голосовать знает. Платформа прописана очень подробно. Спасибо. И еще раз хочу сказать вот спасибо журналистам, спасибо руководству Наталье, спасибо огромное, вот, в администрации отвечает за все и вся. Она в должности министра или министра информации, да, так называют? Николаеву, да. Спасибо огромное, значит, все наши, все наши поездки достойно освещались, спасибо. И вам спасибо, еще раз прошу поддерживать нашего губернатора, значит, исходя из того, что вот, когда корабль набирает ход и идет вперед, его поддерживает сегодня федеральная составляющая, понятно, не всем тут нравится, некоторым бывшему и еще кому-то, ну вот, поддержка всегда нужна, поддержка нужна, от журналистов это особенно важно, иметь эту поддержку. Вам спасибо, еще раз, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.